Добрый день, друзья! Сегодня будет интересно. О том, какой министр получил по шапке, до чего доходит наглость олигархов и как можно поставить их на место. Чем дальше, тем интереснее. Многие из вас, дорогих моих зрителей, написали под прошлым видео о Магнитогорске «Не надо нагнетать, что это дело рук злоумышленников». Но я нигде и не утверждал в прошлом видео, что это именно они. Но и в официальную версию, как она есть, я не верю. Не могу верить. Точнее, есть вопросы, на которые никто отвечать, видимо, и не собирается. Это и создает панику, а не мои видео с попыткой объективного повествования. И лично я, когда сегодня жена моя ехала на метро, я переживал. Мало ли что. Не потому, что мне это нравится быть на нервах. Не потому, что я хочу себя, да и вас запугать и панику развести. А потому, что нормальная власть должна была внести ясность. И когда после такой трагедии, которая на всю страну прогремела, еще и взрывается «Газель», они должны давать отдельные комментарии, что случилось с «Газелью». Когда пошли обыски по городу – еще комментарии. Стали закрываться для проверок торговые центры – еще комментарии. И не какая-то лапша на уши, а с точными данными, что, где и почему. Чтобы люди не терялись в каких-то догадках, слухах, предположениях. Да, я говорю о том, что это настоящий провал со стороны властей. За это увольнять надо. Панику вызывают не вопросы людей, а молчание с той стороны, молчание со стороны власти. Возможно, на наши вопросы так никто и не ответит. Вспомнилось, как Путина спросили. А что случилось с вашей подлодкой? Она утонула. Возможно, нам и не расскажут никогда правду, что там в Магнитогорске случилось. А возможно, уже рассказали, и все это правда было совпадение. Но информации недостаточно, так не делается. Только не надо орать в комментариях, что это точно Путин взрывает дома, рейтинг у него падает, вот и завозит рязанский сахар. Не верю, ни разу. А вот бессилие в информационном поле и непрофессионализм ведомства – это налицо. Уж скорее таким образом показали слабость ФСБ, а значит и Путина. Это удобно. Ну да ладно, мы переходим к вещам повкуснее. Первый герой дня – министр здравоохранения Скворцова. Вы еще не в курсе? А весь интернет обсуждает ее шубку. Мадам-министр продемонстрировала новую соболиную шубу. Не ту, в которой она была в Кемерове на Зимней Вишне, а уже из новой коллекции. Вот ее фото, вот уже другая шуба, вот шуба на месте обрушения дома. Это все три разные шубы. Вот коричневая, черная, черная с коричневым воротником. Эти фото сделаны за один календарный год. Я не умею как Шари сразу модель люксовых вещей называть, да я не по этой части, но стоимость одной такой шубы может и за миллион переваливать. Она уже получила по шапке, и это хорошо. Инсайдеры сообщают, что глава аппарата правительства Чуйченко в резкой форме рекомендовал работящей даме сменить гардероб. Очень хорошо, что люди начали не только по кухням обсуждать, что власть зажралась, а все-таки и голосовать против Единой России. А хоть иногда и выходить на митинги. Поверьте, чем больше у них будут напрягаться нервы, да хоть бы из-за наших видео, из-за чего угодно, тем больше они начнут грызть друг друга. И первыми будут получать самые зажравшиеся. И это хорошо. Нечего им делать во власти. Кстати, делайте репосты. Идем дальше. Под завалами был найден мальчик. Я думаю, все знают эту историю. Мальчика доставили для лечения в Москву. Вот у вас есть какие-то вопросы к этой ситуации? Как считаете, все нормально? Мальчик сильно пострадал. Желаем ему, конечно же, выздоровления. Но ведь его не отравили редким ядом. Он не получил каких-то уникальных повреждений. Почему же ему не смогли оказать помощь в Магнитогорске? Я извиняюсь, не маленький город. 400 тысяч человек. Мое почтение, серьезный город. Почему не в Челябинске? Областной центр. Весьма крупный город. Миллион двести тысяч человек населения. Может быть, Уфа тоже недалеко? Казань, Нижний Новгород? Все не поселки городского типа. Может быть, там помогли? Понимаете, о чем я? Эта ситуация – яркая иллюстрация развала нашего здравоохранения. Расстояние между Магнитогорском и Челябинском – 249 километров. Это всего лишь один час полета на вертолете. А помощь почему-то могут оказать только в Москве. А значит, простой человек, простой мальчик, ваш внук или сын, которого не покажут по телевизору, он просто не получит никакой помощи, потому что в небольших городах ее просто нет. Зато у министра здравоохранения Скворцовой красивая шуба. Докатились. Все разворовано. Продолжим. А как этот мальчик попал в Москву? На самолете. А на каком? Это был самолет Германа Грефа. Он решил попиариться на ситуации и предоставил свой борт для доставки мальчика. Я не понял, а у МЧС и Минздрава самолетов не нашлось? И с этой стороны провал. Кстати, пока журналисты искали самолет с мальчиком, заметили другой интересный рейс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прилетел в Магнитогорск из финского Куопио. Борт РА-640-59, специальный летный отряд Россия. Это так наши патриоты встречают праздник в семейном кругу, но в Финляндии. На очереди у нас следующий герой. Губернатор Челябинской области Дубровский. Он сообщил со слезой, что погибшим и пострадавшим в Магнитогорске собрали аж 290 тысяч долларов. Один только Магнитогорский металлургический комбинат не поскупился и дал 147 тысяч долларов. То есть всего собрали на весь пострадавший дом 20 миллионов рублей. У самого губернатора Дубровского в Москве есть квартирка в элитном жилом комплексе на Никольской улице. Никольская улица, она прямиком на Кремль выходит. Стоимость квартиры в том жилом комплексе это совсем не 20 миллионов рублей. Квартира почти такой же площади, как у Дубровского, продается сейчас в его московском доме за 462 миллиона рублей. А за 20 миллионов в этом ЖК даже санузел не купишь. Я еще не смотрел, откуда вообще у этого губернатора такая квартира, но факт остается фактом. У него дома взрываются. Ну так это Магнитогорск какой-то. Главное подготовить запасной аэродром. В Москве. Хотя погодите. Вы как считаете, такие люди готовят запаску в России? Что-то мне подсказывает, что в России осталась лишь малая часть его накоплений, непосильным трудом заработанных. Ну и самый главный кадр дня. Наш олигарх. Владелец того самого ММК, который 10 миллионов собрали. Гигант. Основное предприятие города, которое уже десятилетия не может установить себе современные системы очистки и травить жителей города. Разумеется, это трофейное, бывшее советское предприятие. Он пожертвовал 10 миллионов рублей, аплодисменты, бурные овации. А почему? Почему я такой желчный, такой злой, всем недоволен, что мне не нравится? Состояние Виктора Рашникова оценивается в 9,3 миллиарда долларов. Это 623 миллиарда рублей. В прошлом году валовая прибыль составила чуть более двух миллиардов. Даже одного процента прибыли хватило бы, чтобы расселить разрушенный дом и выплатить пострадавшим куда большую компенсацию. Компания, разумеется, зарегистрирована где? На Кипре. Знаменитый офшор Кипр. О, да. Самому Виктору Рашникову принадлежат. Дом на Рублевке из 118 комнат. Дом на Лазурном берегу. 140-метровая яхта. 11 место в списке самых больших яхт мира. Самолет Голфстрим. Хоккейный клуб Металлург. Кстати, за прошлый год хоккеистам этого клуба Рашников выплатил 1,6 миллиарда рублей. Это только официально. Половина команды – долларовые миллионеры. Может, хоть они перечислят по 5-10% от своих месячных зарплат родственникам погибших. Кстати, нынешний губернатор Челябинской области, тот у кого квартирка недалеко от Кремля, Дубровский. Бывший менеджер ММК. То есть фактически олигарх Рашников и руководит регионом. Итак, что у нас есть? Мальчику при стандартных травмах не могут помочь нигде, кроме Москвы. И самолета не нашлось. Здравоохранение развалено. У Скворцовой зато классные шубы. Но на нее уже шикнули. Медицине это, конечно, не поможет. Губернатор с огромной квартирой в Москве и его начальник-олигарх нашли целых 20 миллионов на помощь людям. Еще неясно из аварийных соседних подъездов людей вообще переселят или как будет вопрос решаться. Там уже трещины идут по стенам в соседних подъездах. Только хоккеисты, долларовые миллионеры никак не проявили своего участия в людском горе. Ну, взорвался подъезд в их городе. Ну, ну и ладно. И знаете что, друзья? Я рад, что мы обсуждаем маленькую милостыню. Ведь кто-то думает, да ли хоть и это, уже молодцы. Нет, потому что это не милостыня, а возврат маленькой части наших народных денег, которые эти прихватизаторы оттяпали себе. Я рад, что мы обсуждаем шубы министра, потому что человек на такой позиции думает не о том, о чем надо. Я рад, что мы говорим об этом, потому что это первый важный уровень информационный фронт. Мы должны осознать, что власть должна измениться. Приватизация должна быть пересмотрена. Богатства нашей страны должны принадлежать нашему народу. И человек, занимающий любую должность, должен думать не о своем кармане, а о пользе, которую он должен приносить. И мы будем чувствовать, что нас, таких людей, которые понимают, что происходит, большинство. Думайте, я фантазирую, а как же обещанное поставить олигарха на место? После того, как журналисты стали освещать ситуацию, Виктор Рашников из Магнитогорского металлургического комбината принял решение о том, что пострадавшим в общей сложности направит 100 миллионов рублей. 100, а не 10, как он планировал еще вчера. Вот вам и результат. Да, он не побежал отдавать комбинат государству, но в 10 раз больше денег даст. Хотя, конечно, надо бы добиться возврата завода в юрисдикцию Российской Федерации с Кипра. И чем больше вот эти наглецы будут тупить, тем скорее они приблизят свой конец, потому что народ уже на грани. Уже сейчас резко растет ностальгия и даже желание возврата к СССР. На всякий случай отмечу, люди хотят вернуть не гулаг и железный занавес, а ответственность и справедливость. Так что для нас главное собрать как можно больше сторонников, давить информационно. Они уже не могут сидеть и в потолок плевать. Таких тяжелых выборов, как в Приморье и в Хакасии у них за 20 лет еще не было. Я призываю вас делать репосты, проявлять активность, делиться с друзьями в социальных сетях этой информацией. Только вместе мы сила. А на этом у меня все. Как обычно, новое видео выйдет уже завтра и тема будет интересной. Подписывайся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok